Дом с видом на Олимпийский парк. Из окна хозяева могли бы видеть автодром и фишт. Возле дома уже даже успели высадить пальмы. Но все мечты о красивой жизни рушатся под отбойным молотком спецтехники. Хозяева дома превысили пятно застройки. Суд постановил снести незаконный объект. 28 января 2019 года нами возбуждено исполнительное производство о сносе данного объекта, который был решением суда признан самовольным. Собственник с решением суда согласился и здание решил сносить собственными силами. Мы, как сказать, строили, у нас было и разрешение, и все. Но, как сказать, не учли параметры объема просто. Не то, что площади, а объема. Ну, суд вынес решение, мы исполняем все. В планах Антипиных построить новый дом. Но теперь уже в рамках закона. Так как семейная пара решила демонтировать строение самостоятельно, земельный участок остается в их собственности. Администрация города подает иск в суд на изъятие земельного участка, если собственник сам не ломает данный объект. И тогда земельный участок изымается, он продается с торгов, и, соответственно, деньги, которые затратит подрядная организация на снос, будут возмещены ей за счет продажи земельного участка. Поэтому собственники, сейчас это началось, и собственники ломают своими силами. Снос начался и на улице Хуторская в поселке Мирный. Мирный здесь застройщик тоже превысил пятно застройки и тоже согласился сносить дом собственными силами, оставляя за собой землю. Всего в списке на снос 54 подобных объекта, которые решением суда признаны незаконными. Более 20 из них в Амеретинке. Об этом шла речь на встречу главы города с его заместителем по строительству. 54 дома должны быть смесены. И механизм там понятен. Прежде всего, мы должны этого самовольщика, застройщика, наказать штрафом. И он должен заплатить штраф за каждый просроченный день по 10 тысяч после вступления решения суда в силу. Второе. На него должно быть возбуждено уголовное дело. И третье. Если он не принимает никаких мер, мы должны найти предпринимателя, который снесет за свои деньги, а потом на этом земельном участке построит все то, что ему можно построить по правилам землепользования города Сочи. Самый главный вопрос, который всех интересует, это, конечно, экономическая целесообразность. Мы понимаем, сколько стоит снос этого дома. Мы понимаем, сколько коммерческая стоимость этого участка. И видим, что, например, та фирма, которая выйдет на снос этого объекта, они получат прибыль определенную. Это их должно устраивать. Желающих получить в Сочи земельный участок в обмен на снос самовольного строения немало, рассказывают в мэрии. Звонки поступают от компаний со всей страны. А это значит, что до конца года в списке из 54 незаконных объектов не останется ни одного. Инга Габешия, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.